Вопрос. Прошу вас сообщить мне, в каком отрывке Евангелия, Аль-Инджиль, упоминается о пророке, салюллаху алейхи вассалям. Упоминается ли он по имени или по признакам? Какие книги я могу использовать для доказательства этого? Исказили ли писцы и переводчики-христиане это? Ответ. Хвала Аллаху. Вся хвала Аллаху. Всевышний Аллах сказал. А вот Иса, Иисус, сын Марии, сказал. О, сыны Израиля, я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Торе до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад. Когда же он явился к ним с ясными знамениями, они сказали, это очевидное колдовство. Сура Ассоф, аят 6. Всевышний Аллах сказал. Араф, аят 157. Эти два аята указывают на то, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, упоминается в Евангелии и Торе. Как бы иудеи и христиане не утверждали отсутствие этого, слова Всевышнего Аллаха лучшие слов и самые правдивые из них. В предыдущих писаниях упоминаются следующие моменты. Во-первых, в Торе или Ветхом Завете упоминается. «Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые Пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие, 18 глава, 18 и 19 стихи. Цитировалось по русскому синодальному переводу. В нем отсутствуют некоторые слова, присутствующие в цитате из арабского варианта Библии. Этот текст существует и сейчас. О словах из среды братьев их. Если бы Пророк был из среды сыновей Израилевых, бне Исраэль, то было бы сказано «Я воздвигну им Пророка из их среды», но сказано «из среды братьев их», то есть из потомков Измаила. Во-вторых, в Евангелии или Новом Завете упоминается «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Эти слова не о ком ином, как о Пророке, салюллаху алейхи вассалям. В-третьих, Ибн-Уль-Каим, да помилует его Аллах, сказал, в Торе, в пятой книге из пятикнижия, сказано «Господь пришел от Синая, открылся им от Сииры, воссиял от горы Фаран, и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». Другая версия перевода «И явился из среды десятков тысяч святых, а справа от него пламя закона для них». Второзаконие, 33 глава, 2 стих. Этот стих содержит в себе три пророчества. Пророчество Мусы, Моисея. Пророчество Аисы, Иисуса. И пророчество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Приход его от Синая. Синая – это гора, на которой Аллах говорил с Мусой и возвестил о его пророчестве. Открылся им от Сиира – это появление Аисы из Байтуль-Магдис, Ярусалима. Сиир, или же Саир – это селение, известное там и по сей день. Это возвещение о пророчестве Аисы. Фаран – это Мекка. Аллах, Субхану Тааля, сравнил пророчество Мусы с наступлением рассвета. Пророчество Аисы – с восходом. С восходом и сиянием солнца. А пророчество Мухаммада – печати пророков с солнцем, когда оно пребывает в зените. И свет его расстилается по горизонту. И было все точно так, как было предсказано им. Аллах, причисто он, рассеял пророчеством Мусы тьму неверия и осветил ее зарей пророчества. После он увеличил сияние и свет посредством пророчества Мессии. И сделал сияние совершенным покрывом всю землю через пророчество Мухаммада, саляллаху алейхи вассалям. Три этих пророчества, упоминаемых в стихе, Аллах упомянул и в начале суры Ат-Тин. Клянусь смоковницей и оливой. Клянусь горой Синаем. Клянусь этим безопасным городом – Меккой. Стихи из Ветхого Завета цитировались по русскому синодальному переводу. А второй вариант – по Танаху, в переводе Моссад Равкука. В-четвертых, шейх Абдул-Маджид Зиндани в своей книге «Аль-Башарату би Мухаммадин саляллаху алейхи вассалям фель-куту биссамавият из сабика» упомянул. В Евангелии от Варнавы в 22-м стихе пришло «И останется это, пока не придет Мухаммад, посланник Аллаха, который, придя, раскроет этот обман тем, кто верит в закон Аллаха». И говорится в книге Исаии «Я назвал тебя Мухаммадом, о Мухаммад, о Святой Господа, имя твое пребывало извечно». Также в книге Исаии говорится «То, что я дал ему, не дам другому, Ахмад, так как он поминает Аллаха, и придет он с лучшей части земли, и это будет приносить радость для человечества, и они будут повторять слова единобожия на каждом холме и прославлять Бога в каждом высоком месте». Ученые называют несколько мест, где упоминается имя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, иногда по имени, а иногда по описанию, которое не подходит никому, кроме него, да благословит его Аллах и приветствует. Знайте, что в предыдущих писаниях, которые именуются сейчас, произошли изменения, об этом говорили и историки, являющиеся не мусульманами. Но, несмотря на это, мы до сих пор обнаруживаем в Торе и Евангелии, в Ветхом и Новом Заветах, сообщения о приходе посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх Рахматуллах Аль-Хинди сказал, что христиане исказили все места, которые можно было исказить. Поэтому мы читаем о каких-либо стихах из Торы или Евангелия у древних ученых, но не находим их сейчас. Однако и по сей день в Библии есть стихи, сообщающие о пророчестве и о приходе Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Знайте, что человеку необходимо вооружиться достоверным, подробным знанием при дискуссии с христианами. Даже не имея доводы, они стараются посеять сомнения в душах людей, чтобы капитулировали те перед этими сомнениями и чтобы ушла истина. А Аллах сохранит свой свет, даже если это ненавистно неверующим. Полезные книги по этой теме «Изхар-Уль-Хак» шейха Рахматуллаха Аль-Хинди, «Хидайя Туль-Хаяра Ибн-Уль-Кайяма» и прежде всего книга «Аль-Джавабу-Ссахих Ибн-Таймии». А Аллах знает лучше. Продолжение следует...